Здравия желаю, уважаемые подписчики, пользователи и просто телегрители, которые попали на мой сайт. Желаю всем крепкого здоровья и удачи в труде и обороне. Сейчас я покажу вам вариант, который я уже показывал, но я показывал 1.4, 0.1.10.04. А вот этот вариант, значит, рассказывал уже, еще раз покажу, кто первый раз на сайте. БТГ такой системы, здесь вот мотор вот это на 200 ватт, а генератор, он же мотор, но он как генератор служит на 600 ватт. Вот, они скреплены вместе на валу. Дальше. 4 лампочки на 100 ватт для пробы. Также показывается вольтметр. Для подачи, для понятия подачи, ну, какое напряжение, показывается вольтметр. Как вольтметром, значит, измеряется, значит, мощность. Нам известно, что лампочки на 100 ватт, и нам известно, при каком напряжении, сколько ватт они потребляют, каждая лампочка. Умножаем на 4 и получаем исходный результат. То есть, все просто. И считаем по счетчику, сколько потребляет, значит, в час система. Сейчас я включу, я уже все высчитал. Я сейчас я только включу, чтобы вы посмотрели. Применяется, видите, возбуждение на 15 ватт. Вот это. Такой вариант я показывал, но в схеме 1,10 и 4,10. Там был выход больше, но КПД чуть меньше. Раз в два. Итак, запускаем, значит, реле. 1 секунда, 1,10. Дальше запускаем, запускаем, возбуждение сразу и включаем. Видите, пошло. Как видите, лампочки горят. Все нормально. Хотя на одну секунду, на 10 только работает. Затухание есть, значит, процент затухания. 76 максимум. Ну, здесь у меня записано. Это я уже все прочитал. Прочитал заранее, чтобы вас не томить. Сейчас мы просмотрим это все. Расчеты, потом схемку зарисуем. Так. Вот просчеты его. Значит, 70 выход, 73 вольта. Максимум, 54 минимум. Потребление системы полностью. 184 ватта. Так. В среднем, значит, выход 63,5 ватта. Получился выход. 889 ватт. Так как 11 раз. Ну, сейчас вам скажу. Вот смотрите, откуда я взял. 220 делим на 63 и 5. Это выход. 3,46, да? 3,46. Вот еще раз. 220 делим на 63 и 5. 3,46. Далее. 400 ватт. Нам известно, что 400 ватт. Разделим на 3,46. 115, но мы знаем, что точно получается, значит, на 30% меньше, когда напряжение меньше 110. Это мы тоже знаем. Значит, что делаем? Вот эти 115 так, разделим на 100. Получаем 1,15 и помножаем на 30. 34 ватта, видите? Минусуем отсюда. Минус 34 и 5. Получаем 81 ватт в час. Выход. А так как у нас работает 11 часов, то есть в 11 раз больше, то перемножаем на 11. 892 получается, видите? Даже неправильно я здесь посчитал. 892. А тут у нас потребление 184 ватта. И все бы было хорошо. Но, как я говорил, вот этот генератор, он, значит, не на постоянных магнитах, а на катушке. И катушка требует, значит, 15 ватт в час для возбуждения. Ну, чтобы энергия шла. 15 ватт в час. И получается у нас, видите как, но 15 ватт мы не отключаем возбуждения. Она работает беспрерывно. Отключаем мы только сам движок, ведущий, который катит. А на возбуждение отключаем. Получается у нас 15 помножаем на 11. Еще расход. Видите? 165. 165 плюс 184. Получается у нас 349. А тут 892. 349 делим 892 делим на 349. 255. То есть 255% получается чистой энергии. Выход. А если еще установить, что то мотор-то так крутится в это время, это значит, если он 184, но он крутится на замедлении, примерно 150 ватт. Правильно? Не более того. И это 10 раз помножим на 10. Получается 1500 доплюсуем 889. Получается 2389. А потребление у нас 349 общее. Разделим на 349. Получается 684% общий КПД. 255% КПД по энергии. Вот. А если бы я к чему этот ролик снимаю? Что если бы мне удалось приобрести если люди бы помогли удалось приобрести мотор магнитный на 600 ватт значит с такими оборотами то я бы прицепил бы магнитный тогда бы у нас было вот как смотрите 889 разделим на 184 у нас бы было уже не 255 а почти 500 483 КПД так а если еще прибавить на движение полторы полтора киловатта 1500 плюс 889 получается 2389 а потребление у нас не 349 бы было если бы был магнитный с постоянными магнитами а 184 разделим на 184 получилось бы видите что у нас помножим на 1000 на 100 получилось бы у нас общая КПД 1298 процентов 1298 процентов то есть фантастика но для того чтобы была фантастика нужна ваша помощь вы помните что я несколько лет несколько лет писал на этих сайтах когда все это значит только пытался сделать сейчас уже почти готово я пытался значит до вас достучаться просил запчасти но конечно никто ничего не послал и тогда я поставил значит на счет чтобы переводили деньгами хотя я против этого но пришлось пойти против себя ради общего дела вот то есть я поставил значит для того для того чтобы увеличить КПД системы до фантастики 1298 процентов то есть если вы мне поможете сможете помочь вот переведя какие-то средства то тогда мы получим значит видите какую систему 1298 процентов коэффициента полезного действия это на полную а на выход энергии тоже неплохо 684 а сейчас мы получаем только 255 видите всего 255 процентов такая система сегодня уже в данном варианте когда нету значит аккумуляторов она значит не как бы идет БТГ бестопливный генератор а как система для экономии электроэнергии то есть получается мы значит 349 тратим а получаем 889 то есть 2,5 раза больше то есть допустим это значит экономия электроэнергии в данной системе уже составляет сейчас скажу 2,5 раза если на проценты перевести это будет значит 100 процентов разделить на 2,5 40 то есть в данный момент система даже без аккумуляторов позволяет сэкономить 40 процентов электричества то есть в не готовом полуготовом варианте а если бы это было магнитное то даже в не готовом варианте оно позволяло сэкономить значит 100 разделим на 684 то есть всего затраты тогда бы были 14 процентов то есть позволяло бы сэкономить 86 процентов сейчас 40 процентов 86 а когда поступят аккумуляторы когда мы что-то сделаем то позволит это вообще не тратить энергии то есть потребление будет 0 процентов вот о чем я хотел сказать спасибо всем за внимание желаю крепкого здоровья и успехов в личной трудовой жизни то есть что-то